Продолжение следует... Это самое главное. Сейчас очень большие расходы. Каждый родитель вам скажет, что очень много затрат нужно для того, чтобы выучить поднять ребенка. Поняться. Потому что материально стали люди хуже жить. Кредит сказывается, в магазинах все подорожало. Это тоже очень большое значение имеет. Какие-то факты, наверное, влияют на это. Люди меньше женятся. Ну, потому что молодые хотят больше свободы для себя и все. Связана нехватка места работы, квартира. Поэтому не желание молодежи устроить семья. Главная причина это. Ну, наверное, потому что наши государства не предоставляют условий таких, что, например, многодетным семьям какое-то пособие особое выплачивать. Или, не знаю, обеспечивать жилье хотя бы. Ну, не такое роскошное, естественно. Но можно обеспечивать, например, как во многих развитых странах. Мне кажется, что главной причиной является то, что заработная плата недостаточно высокая, чтобы обеспечивать детей. Элементарно взять то, что не у каждого ребенка есть... Ну, в общем-то, у нас в стране нет медицинской страховки. И мне кажется, что этого фактора достаточно для того, чтобы в семьях уменьшилось количество детей. Ну, финансовые все равно вокруг финансов все крутится. Квартиры дорогие очень. А для больших семей, значит, естественно, нужна большая квартира. Вот. А квартиру купить очень сложно, тяжело. Финансовые проблемы, реально. Просто боятся чего-то, что не осилит. Недостаток средств, наверное. Да, только с этим. Может, уровень жизни в стране понедился. Из-за этого сейчас многие семьи, у них нет в планах заводить большое количество детей. Также из-за того, что пособия не выдаются. Во-первых, семьи становятся неустойчивы, разводов много и всякое такое. За ними просто трудно смотреть. У меня семь ему лет, а мне пять. Работать обязательно надо всем в семье. А чтобы заниматься детьми, как минимум один человек обязательно должен быть. Получается, в этом деле должны участвовать не только мама, а, наверное, бабушка, дедушка. Тут должны люди, которые очень сильно любят детей, хватают терпения на них, чтобы дать им правильное воспитание. В благополучной, полной семье, где отец и мать уважают и любят ребенка, где заботятся о нем, где взаимопонимание между людьми, поддержка. Вот в такой только. Ну, по-моему, надо, чтобы родители были ученые, в смысле, с высшим образованием, чтобы могли дать ребенку хорошее воспитание. В правильной семье. В полноценной. В полноценной семье. Чтобы в семье любовь было, чтобы понимание было. Когда у родителей есть между собой понимание, ребенок это все с пеленок, как себя берет. Отношения между родителями правильные должны быть. Конечно, я не скажу, что очень большая семья, где 6-7 детей, но хотя бы 3 ребенка, это очень хорошо. У меня два, но я потом, позже уже поняла, надо было еще одного. Так что я считаю, где 2-3 ребенка, это очень хорошая семья. Вот самая нормальная по современным меркам. Один ребенок это очень сложный, ребенок в основном растет эгоистом, капризным. Так что 2-3 ребенка это прекрасно. Папа спортсмен, мама музыкантская, наверное. Музыка. 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 Вот возьмем Генебайский район. Музыка. Музыка. Там хорошая семья, хорошие дети. Там есть молоко, чифр, все необходимое человека. И они живут хорошо. Нельзя определенно сказать, но точно не многодетная семья в наше время. Потому что так как нужно уделять внимание, самое важное, хотя бы одному или двум детям, то есть всем сразу уделить внимание невозможно. И естественно отлично обеспечить каждого невозможно. Все от родителей тоже зависит. У кого-то может быть один ребенок, они на него все свои силы будут тратить. А у кого-то будет несколько детей, они все равно всех будут любить одинаково. Поэтому мне кажется, идеальная семья там, где действительно каждый ребенок получает одинаковое количество любви, внимания к себе. И родители будут потакать своему ребенку, каждому одинаково. Они так, чтобы один будет все получать, а другой всегда будет в сине своего брата, например, находиться. В первую очередь, обязательно в семье должно быть очень много любви. То есть, наверное, до 8-9 лет лично для ребенка то, как он одет, для него не очень важно. Главное, чтобы было много любви. Вот самое главное.